Hello, guys! С вами я, Алиса, и рубрика «100 грамм красоты». Сегодня к нам в гости заглянул энергичный Хольд Хайт из базовой коллекции. Предыдущие выпуски смотрите на канале Веливикс или ищите по тегам «100 грамм красоты» и «100 кило кукол». Подписывайтесь на канал, мои социальные сети и нажимайте на колокольчик. Ну а мы начинаем! Хольд Хайт является второй частью самого умного ученика Школы Монстров – Джексона Джекила. Хольд Хайт – не самая известная личность в школе, но не рассказать о нем было бы неуважением сразу к двум персонажам – к самому Хольду, а также Джексону Джекилу, второй личностью, у которого он и является. Причем, что интересно, ни Джексон, ни Хольд Хайт не знают о существовании друг друга. Один живет только днем, другой ночью. Хольду очень обидно, что несмотря на то, что ему уже 16 лет, он никогда не видел солнечного света, а этого ему очень хочется. На его теле полыхает самый настоящий огонь, который его совсем не обжигает. Хотя, надо сказать, что он и сам светится не хуже солнца. А учитывая то, что он очень любит тусить по ночам в компании друзей, то напоминает настоящего шоумена, который и публику заведет, и светомузыку сам организует, да и позитивом зарядит. Кстати, Хольд Хайт никогда не выходит из дома без наушников, ведь музыка – это то, чем он живет. Меломан, что тут еще скажешь? Основной стиль парня – огненное пламя, а любимый цвет – оранжевый. Прическа парня всегда выглядит, как настоящий горящий факел. Образ Хольда взрывной и горяченький. Ай, Хольд! Меня ожог! У куклы яркая красная лакированная куртка, бело-черная футболка, рыжая диджейская сумка, джинсы с принтом горящего огня, а также черные с желтой шнуровкой высокие кеды. Практически всегда он ходит в наушниках и слушает убойную музыку. Память у него такая же никудышная, как и у Джексона Джекила. Именно поэтому они и не знают, ну, точнее, не помнят друг друга, ведь Хольд и понятия не имеет, что делало днем его альтер-эго. Намекать ему на далекую от идеала память не советуем, потому что многим уже довелось испытать на себе все прелести этого вспыльчивого характера. И пускай он всегда после этого извинится за свое поведение, все же его лучше не злить. Также по этим приметам вы его обязательно узнаете, если вдруг встретите парня, похожего на горящий факел. Наверняка он просто идет на свой новый концерт, порадовать своих фанатов новой музыкой. Он обязательно придет и на вашу вечеринку и зажжет по полной программе, поставив новые музыкальные миксы. Микс. На удивление, имея такой беломутный характер, у Хольда есть хамелеон по имени Кроссейт. И он настолько предан своему хозяину, что терпит все его выходки и слушает с хозяином любую музыку. Благодаря записям Хольда в дневнике романтические тайны его были раскрыты. Как оказалось, он был на свидании с Апереттой, и об этом факте никто не знал. В клубе, где герой крутит дискотеки, он был замечен с Дракулаурой и называл ее горячей маленькой вампиршей. Есть еще одна монстряшка, в которую парень вместе со своей второй натурой страстно влюблены. Это, конечно, Фрэнки Штейн. Но для сохранения дружеского треугольника она дала отпор обоим парням. Зато Фрэнки успела повстречаться, внимание, с Нейтаном Роттом, пацаном с острого черепа, ну и, я думаю, там еще много было парней. Ю-ху! Ю-ху! Коробка, в которой диджей Хольд Хайт находится, содержит плотный картон. Она сделана в виде почтового конверта, так как кукла первой базовой волны. Внутри бокса находится оранжевая стойка для мальчика, а также дневничок. Расческа Хольду явно не нужна, потому что его волосы – это кусок пластика. Красота, конечно, великая сила, но в данном случае цена за Хольд Хайда – смерть для лаверов Монстр Хай. Кто является счастливым обладателем этого горячего пацана? Пишите мне в комментарии. Не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, также поставить лайк под этим видео и найти меня в ВКонтакте и Инстаграме. Предыдущие выпуски смотрите на канале Белевикс или ищите по тегам «100 грамм красоты» и «100 кило кукол». Все ссылки ждут вас уже давно в описании, это вам по секрету. Be cool and crazy! До новых видео, а мы с Хольдом прощаемся с вами ненадолго. Пока! Всем привет! С вами я, Алиса. Добро пожаловать на мою новую рубрику на канале «100 грамм красоты». В таких видео мы будем с вами рассматривать кукол, находить самые интересные детальки и изучать биографии персонажей. Вкратце. А самое главное, такие мини-обзорчики я буду выпускать намного чаще, чем другие видео на моем канале. Надеюсь, эта рубрика поможет вам быстрее определиться с выбором на ту или иную куклу. А более детальный обзор на данную монстражку вы можете посмотреть на моем канале по ссылке в описании. Так что прямо сейчас подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Ну а сегодня герой романа «Монстр Хай» — новичок школы монстров, красавчик-невидимка «Инвизибильный». Изначально персонаж задумывался компанией «Мотел» исключительно как эпизодический, но так как он приглянулся всем лаверам «Монстр Хай», что уже трудно представить, как же можно прожить в школе монстров, не видя «Инвизибильный». Давайте рассмотрим красавчика и попробуем разобраться, что же нас так сильно притягивает к этому персонажу линейки «Монстр Хай». Кукла «Инвизибильный» серии «Скарместер» никто иной, как сын Человека-невидимки. Он имеет бледную кожу холодного оттенка. Книзу цвет кожи плавно становится прозрачно-голубым. Секси-бой «Инвизибильный» является счастливым обладателем огромных притягивающих к себе глаз. У него густо прорисованные сини-черные брови. Далее взгляд бросается на изящный носик исключительно правильной формы. Ну и, конечно, губы. Они имеют прозрачно-бесцветный тон. Ох, этот парень обладает абсолютно идеальным лицом. Идеальным лицом аристократа. «Инвизибильный» имеет темно-синие волосы с довольно смелым милированием. Волосы женственно ложатся на плечи парня. Этот парень одет в стильную школьную одежду, выполненная в черных и синих тонах. Толстовка с капюшоном черно-серого цвета с голубыми полосками. У «Инвизи» клевые джинсовые бриджи. А бело-черные слепоны с рельефом паутины на подошве. Стиль одежды спортивный и молодежный. Да и сам «Инвизибильный» обладает стройным подтянутым телосложением. Правда, хочется заметить, что плечевая зона героя не имеет физически накачанный вид. Кисти рук правильной, идеальной формы. Весь образ «Инвизибили» доработан достаточно большим количеством съемных аксессуаров. Это и голубая шапочка, и серги-туннели, цепь на шее, пояс, часы, браслет и шипованный ремень белого цвета. Да, парень он симпатичный, смышленый, но что толку от того, если его почти никто не видит? Поэтому «Инвизибили» изо всех сил старается быть менее прозрачным. Трудности в общении и играх с друзьями из-за такой своеобразной способности «Инвизибили» компенсирует глубоким изучением технологических наук и в основном физики. Возможно, он из тех, кого называют ботанами. Однако, вроде бы девчонки не особо любят помешанных на учебе пацанов-то. Вот только у нас тут не этот случай. «Инвизибили» очень прост в общении с окружающими учениками школы. С ним всегда легко и просто. Также у «Инвизибили» имеется отменное чувство юмора. Свою способность он научился умело использовать для различного рода шуток и розыгрышей. Так что с «Инвизибили» в «Монстр Хай» скучно никогда не бывает. А ученицы школы монстров никогда не избегают компаний с ним. С полной уверенностью могу сказать, что тысячи девчонок-лаверов «Монстр Хай» с ревностью наблюдают за дружескими отношениями между «Инвизибили» и школьницами «Монстр Хай». Да уж, красота великая сила! Эх, да я б там! Да я б его! Да в жопу все пошло! А как вы относитесь к «Инвизибили»? И какую куклу вы ждете в следующем выпуске? Напишите мне в комментарии, будет очень интересно почитать. Более детальный обзор на куклу вы можете посмотреть по ссылке в описании. Не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик и ставить лайк под этим видео. И найти меня, конечно же, в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграме. Все ссылки будут в описании. Be cool and crazy! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok